здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала голос правды с вами я его ведущий не бурлов сегодня я с вами хочу поговорить об очень важной теме о петиции защиту рядового рамиля шамсудинова вчера эту петицию подписала двадцать четыре тысячи триста девятнадцать человек на момент выпуска видео эту петицию подписала уже двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят пять человек автор данной петиции данил дроздов то есть он призывает к полной реабилитации рядового шамсудинова чтобы его отпустили на свободу и что с ним поработали психологи так как после того что с ним случилось конечно ему не один месяц еще придется приходить в себя ну давайте поговорим о том вообще что случилось пятницу 25 октября 2019 года 18 часов 20 минут в поселке горный забайкальского края воинской части 54 160 произошел инцидент в результате которого семеро военнослужащих погибли на месте один скончался впоследствии от травм несовместимых жизнью еще двое военнослужащих ранено все материалы дела находятся под грифом секретно журналистов на место происшествия на пушечный выстрел не пускают министерство обороны россии крайне скупо освещают данные события она делается лишь отделаясь лишь кратким замечанием что причина расстрела вероятно это нервный срыв бойца после личных проблем не связанных со службой в вооруженных силах честно говоря этому комментарию не доверяю не доверяю почему давайте разбираться рядовой рамиль шамсудинов из хорошей семьи с детства мечтал о военной службе учился в специализированном кадетском классе занимался греко-римской борьбой бегом имеет награды на соревнованиях по рукопашному бою занимался в специализированной группе добровольной подготовки службе в вооруженных силах русичи по словам наставника кадетского класса семена зайнулина рамиль хотел в армии подписать контракт и подумать об офицерской должности великолепная характеристика честно говоря даже не скажешь что это обычный солдат скорее какой-то офицер спецслужб или спецназа личная характеристика посмотрите на фото рамиль шамсудинова до армии где он с отцом веселый улыбающийся здоровый парень загорелый а а что мы видим на фото арестованного рамиля шамсудинова после расстрела осунувшийся бледный худой молодой человек выводы делайте сами он сам на себя не похож на фото честно говоря председатель комитета солдатских матерей забайкалья валентина мордова сказала его заставили устав учить и туалет драить рядового шамсудинова он подраил но старший лейтенант пьянков сказал что плохо убрано и начал его головой в унитаз опускать а парень сопротивлялся он дал сдачу тогда офицер поручил другим воспитывать шамсудинова позднее он сорвался и давая стрелять по тем которые над ним издевались командование согласилось с тем что была не уставщина и командир и заместитель по воспитательной работе понимают что их не сегодня завтра уберут они сказали да не уследили из всего вышесказанного можно сделать два вывода первый дедовщина в армии не только существует но она еще и процветает кто бы что не говорил данный случай является примером ярким примером существующих неуставных отношений в армии причем их эти неуставные отношения навязывают именно офицеры именно офицеры то есть командир роты и командир взвода капитан и старший лейтенант ну честно говоря у них другие должности но это не важно навязывается офицерами второй вывод рядовой шамсудинов не трус как многие говорят это герой почему давайте разбираться как вы убедились дедовщина в армии существует у простого солдата из этого положения есть только четыре выхода первый выход убежать из части обычно таких тут же ловят и отправляют в дисбат наслуживать что такое дисбат можете посмотреть ролики это очень страшное наказание честно говоря лучше сидеть в зоне чем служить в дисбате это мое мнение и многие с ним согласятся то есть парень бы пострадал обидчики его никак бы не пострадали второй выход терпеть как делают это все вот кстати это и есть как раз трусость трусость большинство людей просто солдат терпит издевательства оскорбления унижения побои это есть трусость как раз третий выход пойти пожаловаться командованию ну таких людей обычно не уважают я скажу честно в армии да нигде не уважают тех кто жалуется ну да скорее всего его вы перевели в другую часть но сослуживцы и все сказали бы также что рядовой шамсудинов трус рядовой выбрал был еще правда четвертый выход это застрелиться и повеситься но честно говоря это не выход рядовой шамсудинов выбрал тот путь который посчитал необходимым наказать своих обидчиков лично ему как солдату и часовому доверено оружие а часовой выполняет боевую задачу в мирное время боевую задачу он взял автомат и лично наказал своих обидчиков поэтому он герой кто-то может сказать а почему он тогда не отстреливался от спецназа который его арестовал до последнего патрона у меня вопрос зачем он наказал своих обидчиков и сейчас наша задача объективно осветить это дело кстати в чем министерство обороны и правоохранительные органы сейчас мешают я вижу что во первых следствие затягивается во вторых никаких выводов еще не сделано уже больше недели прошло больше недели прошло после инцидента никаких выводов еще не сделано мне кстати вот очень интересно услышать интервью рядового рамиля шамсудинова что он скажет по этому поводу нам не дают его услышать почему я объясню почему потому что министерство обороны села в лужу крупно села основательно в армии процветает дедовщина с этим невозможно спорить рядовой шамсудинов как прожектор осветил тьму царящую в армии и под покровом этой тьмы творится беззаконие и беспредел я призываю всех здравомышлящих честных и справедливых людей подписать петицию за освобождение рядового шамсудинова этот парень во-первых сделал два добрых дела он осветил проблему существующих неуставных отношений в армии а во-вторых во-вторых это герой это герой действительно сколько случаев было расстрела солдатами своих сослуживцев можно по пальцам пересчитать одной руки большинство просто терпит унижение да кто-то там вступает в конфликты дает сдачи есть мужчины в армии я согласен но их все-таки меньше большинство просто терпит унижение и оскорбление еще раз призываю всех честных людей подпишите петицию помогите распространить ее рядовой шамсудинов должен быть на свободе воин и мужчина честно говоря вот я бы с таким парнем пошел бы и в разведку и куда угодно всем спасибо за внимание до свидания с вами был олег бурлов